Тогда приступаем. Сегодняшний наш вебинар, он в первом и втором сезоне вебинара по DFC COPS будет посвящен он мониторингу и аудиту событий в Kubernetes. Я не знаю, были ли вы на первом сезоне наших вебинаров, он был достаточно общий по верхам, обо всем. Идея была просто показать множество всего интересного, что есть в этом мире. Во втором сезоне мы решили немножко поменять все концепты, взяли достаточно локальные маленькие задачи и решили рассказать про них. Не все из них космические, какие-то сложные, невероятные, невозможные. Но вот когда ходим, смотрим, кто что делает, иногда задают вопросы. И на основании этих вопросов мы взяли и решили сделать вебинары. Ну и сегодня такой будет первый, который я проведу совместно с Сергеем Ноженко. Сережа, привет. Скажи что-нибудь, чтобы тебя было видно, слышно, не слышно, не видно. На тебя видно. Сережа, скажи, пожалуйста, что-нибудь. Сейчас проверим на всякий случай звук. Не, Сереж, тебя почему-то сейчас я не слышу. Сейчас. А вот сейчас, да, сейчас. Не баг, а фича. Байс дизайн. Окей. Ну вот. И вебинар даже будет построен следующим образом. Первая часть, она будет теоретическая, где мы расскажем, что такое аудит-полиси. И во второй части покажем, как этой аудит-полиси можно пользоваться для того, чтобы донатизировать некоторые события в кластере. Итак, я предлагаю начать. И первая, по той, при сложившейся традиции, это некоторый дисклеймер. Первый пункт — это ванила. Все примеры будут именно на ванильном кубернетисе. То есть это означает, что это никакой не форк, это кубернетис без каких-либо дополнительных средств, которые установлены. Это не Red Hat OpenShift, это не Nomad. Это просто такой вот ванильный кубер. Следующее. Сайзинг. Нет. Это означает, что в рамках вебинара мы не ответим и не будем отвечать на вопрос, сколько места, например, на хранилке мне надо для того, чтобы все эти логи лежали и лежали в необходимое время. Почему? Потому что, опять-таки, политики логирования у всех разные, требования к срокам у всех разные, размеры кластеров у всех разные. Можно было бы, конечно, сказать, что 140 килобайт оперативной памяти хватит всем, но, наверное, это будет абсолютно неправильно и только собьет с толку. То есть этот вопрос крайне индивидуальный, и он очень сильно пересекается со следующим, как сделать мне, то есть какую политику аудита мне взять и применить к себе. Ответа на этот вопрос тоже не будет, ровно по тем же причинам, что эта штука достаточно индивидуальная. В рамках вебинара мы расскажем, какие, на наш взгляд, вещи прямо необходимо логировать, что это очень важно и обязательно их, на наш взгляд, стоит включать. Ну, вот прям такую fine tuning policy под конкретный случай, ну, это просто в рамках вебинара, наверное, сделать невозможно, да, не обладая информацией о том, как конкретно у вас реализовано, какие есть требования, помимо, может быть, там, законодательно-регуляторных, может быть, есть требования к материнской компании о том, что необходимо хранить логи в определенном формате определенного времени в определенной системе. Вот. Ну и последний, который здесь не написан, это выбор технологий. То есть в рамках CM мы использовали QRader, это не на правах рекламы, это момент. Отлично. Продолжаем. Это не потому, что QRader – это лучший CM в мире, он достаточно хороший, то есть то же самое можно сделать на арксайте, можно сделать на ELK, на EFK стейке, можно сделать, например, на Falco Sidekick Project. Вот. Почему QRader? Ну, просто потому, что был под рукой, потому что Сергей знает, как с ним работать. Вот. Поэтому предлагаю начинать. И первое. Начнем с того, что логирование само по себе, оно бывает абсолютно разное. То есть есть логирование на уровне операционной системы. Это достаточно такая типовая история, к которой все привыкли, где мы собираем данные именно с операционной системы тех хостов, которые используются для, например, контейнеризации, не знаю, могут быть просто обычные машинки, ну, классическая операционная система под управлением Linux, либо это Windows. Следующее. Поднимаемся на уровень абстракции чуть выше и попадаем в условный Kubernetes. У нас есть его непосредственно компоненты, у которых есть свои логи, например, там QPAPI-сервер, QBlet, и эти события тоже можно анализировать. То есть, поднявшись чуть выше, мы уже попадем в события Kubernetes. То есть здесь, наверное, события — это не совсем правильный термин, потому что есть такая сущность и вэмп в самом Kubernetes, но для того, чтобы понимать, немножечко упростить, все-таки назовем это событиями. То есть Kubernetes — это же фактически некоторый софт, где энное количество сущностей общаются между собой, порождая вот эти самые события. То есть кто кому сделал запрос, какой запрос, что было возвращено в качестве ответа, какая учетная запись инициировала, или какой сервис-аккаунт инициировал. То есть вот здесь имеются в виду непосредственно эти события. Ну и поднявшись чуть выше, мы перейдем на уровень приложений. Это уже как раз-таки те самые application логи, которые настроены, соответственно, в слойке работы приложения, и они также могут быть анализированы для того, чтобы идентифицировать что-то, что может быть нам важно. Но, то есть, как вы видите, компонентов в этой структуре достаточно много. Да и то разбиение, мне кажется, можно было бы и увеличить, потому что есть еще компоненты, которые можно тоже полагировать, там, не знаю, условный веб-сервер. Может быть, эту схему нужно или можно было бы сделать более точной. Но суть не в этом. Суть в том, что мы сегодня будем с вами говорить только об одном — это о событиях этого Kubernetes, то есть что происходит внутри, когда мы делаем какое-то действие, или когда мы применяем какую-то политику. То есть вот с точки зрения самой системы, что же происходит. Но вот это важно. Остальные вопросы, они будут за рамками сегодняшнего вебинара. И чтобы немножечко в это погрузиться, давайте начнем, как обычно, сначала. То есть, допустим, мы вбиваем команду kubectl, get pods, kubectl, kubectl, кому как больше нравится. Команда достаточно простая. Она показывает все подики, запущенные в том-ном space, в контексте которого мы находимся. Вот что произойдет, когда мы эту команду напишем. Опять-таки сейчас будет схемка, она не архитектурная, она больше такая идеологическая, поэтому она, может быть, немножечко спутает, но надеюсь, что этого не произойдет. Итак, у нас есть наш kubectl, сей-лайка, фактически отправится кет-запрос. То есть наш HTTP, наш API-сервер, дальше мы в дефолтном нойм-спейсе, покажи мне поды. API-сервер кубернетиса принимает этот запрос, и что он делает? Он начинает его обрабатывать. То есть здесь по всем канонам нарисован черный ящик, который раньше живой. Это означает то, что в рамках данного вопроса нас сейчас не интересует, что будет дальше делать API-сервер, с какими сущностями взаимодействовать, кому направлять задачи на обработку, от кого получать данные. Нас это сейчас не интересует. Главное, что запрос начал обрабатываться. Мы сейчас рассматриваем именно жизненный цикл этого самого запроса. Окей, он обработался, все хорошо. И API-сервер что делает? Он возвращает нам ответ. То есть он возвращает код 200, что все хорошо, и некоторое тело ответа с информацией, которую мы хотели видеть. При чем здесь логирование, и почему это важно, и почему мы с этого начали? Ответ кроется в следующем. То, что у каждого практически из этих этапов жизненного цикла запроса есть собственное название. То есть вот первое, когда мы направляем запрос, это request, response, received. Опечатка, request, received. То есть когда API-сервер получил этот самый запрос. Окей. Когда он обрабатывается с точки зрения жизненного цикла, у нас нет никакой информации, то есть нет никаких собственных имен. И последний третий, когда мы возвращаем результат, точнее API-сервер нам его возвращает, есть статус response started, либо response completed. То есть может показаться, что response started должен быть на втором участке, то есть вроде как он начал обрабатываться, и почему он попал вроде как в результат. Ответ тоже достаточно простой, что есть два типа запросов. Есть, скажем так, короткие, типа getPots, получили информацию, и все, про нас забыли. А есть условно длинный запрос, если вы, например, напишите команду watch, то есть она не сразу заканчивает работу, она некоторое время поработает. И вот для таких это response как раз-таки старта. То есть кубернетис оповещает нас о том, что ты меня попросил показать, я тебе начал показывать. Я как бы стартовал ответ на твой запрос. Вот. Запомним, что есть такие сущности, что есть жизненные циклы, что есть этапы жизненного цикла запроса, и это потребуется нам в дальнейшем. Окей. Из чего состоит логирование? Опять, мы рассматриваем просто кубернетис и его возможности. То есть не надо ставить ничего дополнительно, но надо включить эту штуку, потому что опять по умолчанию она отключена. Ей можно воспользоваться, но ее надо включить и немножко поднастроить. Повторюсь, схемки больше идеологические, поэтому архитектурные могут быть они не самыми корректными. Но суть все равно. У нас есть CLI, наш кубкт, у нас есть наш API-сервер, у нас есть какие-то иные компоненты кубернетис, которые нас конкретно сейчас не особо интересуют. Итак, когда делается запрос к API-серверу, происходит обработка, что мы можем сделать? Мы можем взять такой механизм, как аудит-полиси. Это сущность, которая позволяет нам ответить на такие вопросы. Что произошло? С чем произошло? Когда произошло? Кто был инициатором? Какой был результат? Какой был запрос? Вот я ее так схематично отобразил на API-сервере. Почему? Потому что в рамках конфигурации как раз-таки потребуется внести изменения непосредственно настройки самого API-сервера. Об этом Сергей вам в рамках демонстрации покажет. И в ней мы показываем, что мы хотим собирать, что для нас важно. Это первая часть компонента. А вторая компонент — это так называемый backend. На схемке он вынесен чуть правее. Но на самом деле он настраивается также на уровне API-сервера. И backend показывает, куда мы хотим направлять данные. То есть либо это в некоторый файл, в обычный файл мы можем писать наши логи. Нам никто не запрещает. Либо мы можем воспользоваться вебхуком и через него отправлять данные в какие-то внешние системы. Опять-таки это не единственно возможный вариант. Нам никто не мешает. Вот, например, в рамках вебинара мы пошли и решили, а что нам мешает, например, забирать данные третьей системы из файла? И сделали так, окей. Ну, то есть сначала мы поняли, что для нас важно, потом поняли, куда и как это можно отправить. Окей. Вот в этом примерно и заключается логирование. Пока там вроде все как и всегда. Но здесь начинается уже самое, наверное, интересное. Вот это аудит-полиси. Зачем она нужна и какую пользу она привносит? Вот у нас есть запрос, который генерирует большой-большой поток событий, и можно это аудит-полиси воспринимать в качестве фильтра. То есть у нас вот есть большое множество всего, что происходит, в том числе и системного. И нам нужно только вот что-то маленькое, что нам важно. То есть чтобы не искать иголку в тоге сена, мы прикладываем это как перфорет, и нам сыпется только та информация, которая нам необходима. И она попадает в логи, ну как превращается в логи, как мы здесь написали, и попадает в целевую систему. Целевая система, как я уже говорил, это может быть CM, это могут быть спланки, это могут быть фалка сайт-гейк-проджект, очень такая интересная, занятная штука, но пансорсная. В зависимости от того, как у вас это принято, и как вам необходимо это обрабатывать. То есть чем лучше мы напишем аудит-полиси, тем будет более точным результат, и тем меньше придется иголок в этом беседе нам искать. Окей. Так какие же юзкейсы можно при помощи нее отлавливать? Ну, самое первое — это создание пода в Namespace к юбсистем. К юбсистем — это системный Namespace, где как раз-таки могут крутиться наши API, шедулеры, контроллеры, не суть. Идея в том, что создание какого-то пода произвольным человеком в этом Namespace — это штука подозрительная. Ну, может быть, такое случилось случайно, не знаю. Но само по себе оно произойти не должно. Поэтому для нас это некоторое такое вот оповещение, да, посмотри, обрати внимание. Следующее — создание Namespace. Казалось бы, а что в этом такого? И вот здесь как раз-таки уже некоторые особенности, нюансы появляются. У некоторых компаний, где работали, видели, какую штуку, у них Namespace создаются через определенную процедуру. То есть нельзя просто так вот зайти на кластер, создать Namespace и делать там, что хочу. Нет, у них есть там определенная заявка, апсы делают Namespace и предоставляют разработчикам доступ, разработчики работают. При такой схеме вот этот use case, он становится уже более понятным. Да, если у нас есть определенная формализованная процедура предоставления Namespace, а тут вдруг почему-то в окон процедуры он появился. Это означает, что потенциально у кого-то либо права повышены, либо зачем-то недоследили, либо почему-то это произошло, и надо разобраться, почему. Окей. Если же у вас можно создавать Namespace кому угодно, ну почему бы нет, как бы ваш выбор, и тогда вот этот кейс вам вообще неинтересен, потому что он будет только какие-то ложные, ну не то что ложные, ненужные срабатывания и информационный шум создавать. Следующее. Удаление security механизмов. Штука неприятная, зачем их удалять, если их и так мало? Вот. То есть это потенциально может быть чем? Попытки ослабления безопасности кластера. Ну тоже может быть случайно, может быть кто-то просто играется, перенастраивает, не знаю. Но в любом случае, как алерт, вполне себе для дальнейшего разбирательства. Создание и бинтинги кластера аллей. Тоже штука очень значимая, потому что это повышенные права не только, ну то есть не повышенная возможность не только на рамках Namespace, а на рамках всего кластера в общем и целом. А кластер админ, так вообще опасная штука, и, наверное, видеть кому ни попадя его не стоит. И поэтому важно это отслеживать, понимать и задавать вопросы. Ну и то же самое. Создание подов с host-test mount, host-network, с контекстами privileged true. Это все тоже, на самом деле, можно при помощи аудит-полисе отловить. Особенно это круто смотрится, если, например, у вас есть опыт с настроенными правилами, и вы можете контролировать запуск подов с тем, чтобы не было этих самых security-контекстов. Ну да, security-контекст приведет true. Но ты почему-то не сработала, и у вас, например, все-таки появился в кластере такой вот контейнер. И вы можете при помощи аудит-полисе поймать, понять, почему же там правило где-то не сработало, и сделать его донастройку. Окей, то есть штука полезная, в общем, и мы поставили многоточие, потому что таких кейсов можно придумывать, и как раз-таки аудит-полисе нам в этом поможет. Как я уже говорил, это механизм, который позволяет понять, что случилось, кто был виновником, какой результат, какой запрос, и работает она по принципу первого срабатывания. То есть у нас есть общий блок. Интересно, здесь будет. А вот указка есть. Вот есть, ну, API-kind, окей, понятно. Мы сейчас про все эти блоки с вами поговорим подробнее. И вот есть как раз-таки блок rules. То есть это как бы условно одно правило. И вот таких правил можно написать достаточно много. То есть пишем, 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 пишем. Но идея в чем? Идея в том, что сработает первое правило. Все остальные, которые под ним, работать не будут. Но, то есть первое совпадение попало, нам улетело событие необходимое, а все остальные не сработали. Поэтому рекомендуется вот вверх проносить там, например, какие-то условные фильтры. То есть нас, например, не интересует, что происходит с системными поддиками, сущностями. Мы им просто пишем, что мы их не логируем, чтобы сразу отсеивать ненужную информацию. Но это все остальное чуть пониже. И чтобы чуть больше понять про то, что это такое, с чем мы уедят, предлагаю пробежаться быстренько по аудит-полису. Как я уже говорил, опи-вершенный кайнт мы рассматривать не будем. Ну, опи-вершенный у него аудит-кейт-сайо, и кайнт у него в полисе. Вот. Есть такая... Такс. Окей, Николай, запомни, в конце вебинара отвечу на наш вопрос, либо напишу вам в чате по поводу прекрасно-позорственной штуки. Так вот, омид-стейджис. Как мы говорили в самом начале, если вы помните, у запроса есть несколько стадий. То есть request-receipt, response-start, response-complete, которые написаны на слайде. И омид-стейджис позволяет нам сказать политике, что вот на эту стадию мы не хотим записывать, просто пропускаю мимо шей. Ну, вот. И как вариант, request-receipt можно пропускать. Ну, опять, если, например, у вас очень параноидальные какие-то требования к логированию, вы можете вот это омид-стейджис оставить просто пустым, и тогда все будет логироваться. Но в request-receipt нет особо какой-то полезной информации, которую можно использовать. То есть, как мы посмотрим дальше, в response-started, response-complete с определенным уровнем логирования есть просто тонны информации, которые можно доставить. На мой взгляд, ее местами даже слишком много. Но этим вы уже можете некоторую тонкую настройку реализовать. Окей. Идем дальше. Дальше как раз-таки у нас начались наши правила. И вот каждое правило состоит из того, что будет дальше просмотрено на слайдах. Вот. Левел – банальный уровень логирования. Есть их четыре. None, metadata, request, request, response. Работают они очень просто. То есть они как такая лесенка получаются. None – это мы вообще не логируем, лог не собираем. Вот, например, для тех же самых системных компонентов мы можем вписать, что нам неинтересно, пропускай. Окей. Metadata – это кто сделал, что сделал, какой запрос, куда. Ну, грубо говоря, такая общая информация. Чуть информации уже больше, да. Request. Request – это то же самое, что metadata плюс тело запроса. То есть что от нас хотели. Если это будет подик, типа kubectl apply-f yaml, то мы увидим конфигурацию того подика, если это был подик, который нас просили создать. Это request. И request, response – это еще больше. Это помимо metadata, request, и еще и тело ответа, который дал Kubernetes. То есть это вообще просто бесконечное множество информации. Чтобы это сделать чуть более наглядным, вот мы и привели пример. Я очень прошу не вчитываться в этот слайд. То есть его суть не в том, чтобы его почитать, а в том, чтобы понять разницу детализации. Слева metadata. В принципе, это вся metadata. То есть не надо скролить вниз. А справа request, response – самый большой уровень логирования. И это далеко не весь лог. Просто иначе он не поместился, был бы совсем малюсеньким, и это было бы вообще нечитаемо. Но очень просто. Это создание пода и вот блок, который выделен синей рамочкой. Это как раз та самая часть запроса, которую мы передавали. Которую тут включает даже спецификацию пода, команды. Какой образ был, какие аргументы передавались. То есть прям много-много всего интересного, что можно забрать. А metadata – ну, просто metadata. Ну, хотя иногда и она неплохая. Тут как вечная торговля. То есть мы либо собираем небольшое количество информации, но места требуется меньше, либо мы собираем все, тогда, соответственно, требуется места больше. Окей. Двигаемся дальше. Следующее – это verbs. Это глаголы. Достаточно такая типовая штука, которая во всем кубере применяется. То есть то, что… то действие, которое мы хотим логировать. Вот как помните, у нас был пример с удалением в network policy либо каких-то иных security механизмов. Мы не хотим создания, мы не хотим обновления логировать. Нас интересует только удаление. То есть все остальные события просто пролетали мимо нашего фильтра и не попадали в наши логи, чтобы нам было их проще анализировать. Вот для этого мы, например, напишем только delete к network policy. Это важно. То есть он будет только событий удаления. Можно писать несколько глаголов, можно оставить там пустые скобки и вообще его не писать. Тогда будут все абсолютно действия логироваться. То есть опять наша задача – сделать максимально точно и правильно, чтобы количество информации было, как сказать, достаточным, но чтобы оно не превратилось в просто какую-то там помойку из логов, которую невозможно разобрать, либо на разбор которой потребуется просто колоссальное количество усилий и времени. Следующий юзер и юзер-группс – это то, от кого поступил запрос на ту или иную команду. То есть мы можем конкретно там сервис-аккаунт мониторить, мы можем сервисные какие-то, системные аккаунты мониторить, пользовательские – не суть. Группы – то же самое. То есть если нас интересует определенная какая-то критическая группа сущностей, мы можем сказать, все действия, которые делают эти ребята, – мониторить. Но тут тоже важно помнить, да, что играем по первому срабатыванию. И вот здесь вот это может очень сильно повредить или, наоборот, помочь. Ну и, кстати, вот в комбинации, как в рекомендации написано, с level none можно фильтровать системные логи. То есть мы просто берем все системные учетки, сюда вписываем, говорим, что мы не логируем и благополучно пропускаем эту информацию. Опять-таки, если она нам не нужна. Следующая группа – это важно. Это API, это группа, в которую попадает API-ресурс, кубернетис. Как сказала моя коллега, говорит, Антон, это не рекомендация, это справка, что перечень API-группы можно узнать при помощи такой команды абсолютно правильно. Это больше справка, но справка удобная. То есть, например, network policy. Давайте уж начнем про network policy, пусть будет network policy. Допустим, под. Для пода эту штуку можно оставить пустую, потому что у нее там как бы core-группа, и все хорошо, и все работает. А вот если, например, вы напишете network policy в качестве ресурса и не укажете группу, то политика применится, ничто не сломается, все будет хорошо, но только события у вас логироваться не будут. Почему? Потому что network policy относится к API-группе, которая называется networkingkates.io. И вот это важно. Поэтому перед тем, как писать какой-то ресурс, проверьте, какой API-группу он подходит. Опять-таки, вы не сломаете ничего. У нас были такие кейсы, потому что вроде все правильно написали, и что-то она не работает. То же самое с urbac. Urbac, вот написано группа перед вами. На слайде можно посмотреть. Если запутались, не помните, не знаете, вот есть такая классная команда, вы еще можете написать минус o-wide и еще больше информации получить. Поэтому это достаточно важный момент. Следующее. Здесь надо указывать ресурсы, действия с которыми мы хотим логировать. То есть вы же указали, какой глагол, допустим, удаление создания, а здесь мы указываем удаление создания чего, какой сущности. И это могут быть поды, network policy, и вот если вы вобьете команду, которая была на предыдущем слайде, вы посмотрите, сколько этих сущностей есть. Их достаточно много. Но здесь в чем нюанс? Нюанс в том, что помимо такой сущности, как ресурсы, у кубернетиса есть еще такая сущность, как подресурсы. Давайте я их буду называть сабресурсами, не потому что я английский язык больше люблю, а потому что на примере пода есть подресурсы. Получается под, под, и вообще крыша взрывается. Почему это важно? Допустим, на слайде пример с экзеком. Мы хотим знать, кто пытался сделать экзек в наш контейнер. Вообще штука нехорошая, надо ее запрещать, но нам интересно. Вот если мы, допустим, сделаем логирование на уровне подов, то мы экзеки не увидим. Но нас никто не запрещает, нам никто не запрещает написать под с экзек, и тогда все попытки проникновения в этот контейнер, они будут логироваться. Почему? Потому что мы писали конкретный сабресурс. Сергей-то вам сегодня тоже продемонстрирует. В качестве примера я не нашел официально какой-то таблички в существующей документации о том, какие есть под субресурсы у ресурсов. Если вы посмотрите в интернете, есть множество статей, которые при помощи скриптов позволяют этот перечень составить. То есть далеко не у каждого ресурса есть сабресурсы. Вот, например, у подов есть, перед вами есть некоторые из них. Важно еще что помнить? Важно помнить то, что глаголы, которые применяются к ресурсу, глаголы, которые применяются к сабресурсу, не всегда одни и те же. То есть может быть такого, что для подс есть много глаголов, практически все там create, list, get, delete, а для подс лог есть, по-моему, только get. Но если вы пишете все остальное, то просто не заработает. Ну вот, и это тоже важно помнить. И даже если посмотреть... Местами, кстати, есть прикольная тема. Если подс оттачек, зэк, порт форвард, это понятно, то вот такой к вам вопрос интересный просто подсбиндинг. Вот что показывает этот сабресурс? Какие у вас точки зрения? Просто вот как вам кажется? Почему он? На самом деле просто мне название понравилось. И я, честно говоря, когда смотрел, ковырялся, копался, думал, а что это такое? И потом, ну, фактически опытным путем понял, что это. Приоттаченная, присоединенная, привязка. Приоттаченная директория. О, Дмитрий Аснаут, вы ближе всех. Он покажет, на какую ноду был закинут под. То есть вот есть у нас, да, события. Здесь прямо отчетливо видно ресурсы поды, сабресурсы биндинги. И потом, когда у нас уже реквест object пошел, то вот target, kind node. Ну, я с мини-кубом баловался, поэтому у меня мини-куб. Так что да, он показывает, на какую ноду был направлен подик. Таких вот вещей в кубернете достаточно много. Там можно ковыряться, искать, или, например, чуть подальше расскажу про юбилет API. Он обладает интересными весьма возможностями, которые не то чтобы особо описаны. Вот. Окей. Следующее. Следующее – это просто такой fine-tuning политики. Это ресурс неймы и неймспейса. То есть это можно… Если у нас есть знание именно конкретное имя ресурса, которое мы хотим мониторить, то мы просто вбиваем такой-то ресурс. Пожалуйста, только про него мне показывай. Ну, и применительно к неймспейсам. То есть либо мы не пишем ничего, тогда применяется ко всем, либо мы пишем clip system, либо мы пишем default, либо мы пишем, не знаю, какой-нибудь там mobile banking, что угодно. Это еще в большей степени позволит точность нашего локирования повысить. То есть надеюсь, что получилось донести мысль, что инструмент достаточно такой гибкий, можно по-разному абсолютно написать, можно очень много информации собирать, но самое важное помнить, что эта вещь применима к API-серверу. То есть он позволит как-то реагировать на все, что проходит через API-сервер в кубернетисе. Казалось бы, что практически все, но нет, есть сценарий, когда что-то идет в обход, и можно сделать напрямую, например, взаимодействие с кублетом, подик напрямую в обход API-сервера. Так можно. И такую штуку в аудит-полисе не завагирует. Окей. Я не знаю, были вы на нашем вебинаре или нет, но был такой атака кубернетис, которая очень простенькая, есть целая статья в интернете. Как она реализована? Вкратце, быстро напомню, и перестану ее уже скоро у вас грузить теоретически скучной штукой, и переступим к демке, но прошу еще буквально несколько минут. Итак, у нас есть злоумышленник, который ищет открытые кублеты, доступные звне по 10-250 порту и с анонимной аутентификацией. Такое бывает. Если не верите, попрошу сейчас Оксану скинуть в вебинарчик. Там есть все доказательства, что такие штуки существуют. Окей, он его находит, потом он находит контейнер с привилегированной учеткой, он извлекает секрет, токен. При помощи этого токена он тетицируется в API-сервере и говорит, API-сервер, а создай-ка мне, пожалуйста, контейнер привилегированный, и чтобы у меня еще был маунт на хост. Окей, у тебя есть привилегированный токен, почему бы нет? Создается контейнер, мы прыгаем в этот контейнер, получаем доступ к файловой системе хоста и выходим за пределы контейнера. То есть фактически escape. Ну и дальше, да, тоже можно там развлекаться, начать у нас привилегированную учетку. мы находимся на хосте и в дальнейшем развиваем атаку. Вот. Это такая была суть. Это все к чему? К тому, что как это можно было поймать. Вот первое анонимное обращение к юбилет-апи, и дальше доступ к контейнеру, получение секрет, создание контейнера, запуск команды. На мой взгляд, здесь очень наглядно показано, что абсолютно разные логи. То есть тот же самый доступ к контейнеру через экзек, если, например, то это можно политикой аудита спалить, как раз про которую мы говорили. Если же это использование условно недекларированных возможностей к юбилета с формированием API-запроса определенного содержания и там команды run, то это не поймается политикой логирования аудит-полиса. Поэтому нам потребуется что-то другое. Получение секрета, доступ к какой-то определенной папке. К сожалению, то, что происходит внутри контейнера, так как это через API-сервер не особо проходит, то есть именно то, что находится внутри, то тут, к сожалению, аудит-полисе бессильно потребуется что-то либо логирование на контейнере настраивать, либо какие-то средства защиты дополнительные применять, которые помогут подсказать, что кто-то вот что-то там делает нехорошее. Создание контейнеров, а вот здесь аудит-политика наша весьма себе поможет. И Сергей сегодня продемонстрирует. То есть в рамках реквеста мы можем посмотреть, а что же просили создать, с какой условной спецификацией. И там уже можно хотя бы узнать о том, что что-то было создано странное, подозрительное. И когда в последний раз, на последнем этапе мы выходили на уровень ноды, то тут уже работает логирование на уровне непосредственно операционной системы. То есть это еще одни логи. И получается, что картинка должна быть комплексная. Нельзя сказать, что я логирую ноду, и все хорошо. Нельзя сказать, что я логирую аудит-полис, и все хорошо. Или я логирую только приклад, и все хорошо. В идеале вот картинка, она комплексная. И чем сложнее атака, тем больше точек, тем можно это все идентифицировать. Вот это, на мой взгляд, очень такая прикольная штука. Вот. На этом моя такая теоретическая часть заканчивается. Сергей, прошу тебя включиться и вкратце рассказать, что будет на демке, и, соответственно, провести демонстрацию. Да, коллеги, добрый день еще раз. Спасибо большое. А я пока отключусь. Так, давайте я расскажу коротко о том, что мы сейчас с вами посмотрим в консоли, скажем так, что под капотом аудит-полиси. В первую очередь это у нас создание самой аудит-полиси, да. Как ранее рассказывал Антон, нам надо задать какие-то юзкейсы, да, которые мы хотим отслеживать дальше. Вот. Далее необходимо настроить конфигурацию кубапи-сервера, да, чтобы он знал про эту политику, которую мы создали, да, чтобы он ее логировал. В нашем случае мы будем логировать в локальный файлик на системе. Далее мы с помощью сис-лога будем это отправлять в СИЭМ, и с помощью СИЭМа уже будем наблюдать за возникновением инцидентов, какую можно информацию интересную посмотреть в логах, что она себе представляет, и в целом вообще как работает аудит-полиси. Значит, по поводу кейсов. Предлагаю рассмотреть следующие кейсы. Это, значит, создание контейнера в системном пространстве в namespace и куб-систем. Вот. Второй кейс будет аналогичный, только у нас будет создаваться приложение с правами privilege true, да, соответственно, что, скорее всего, недопустимо в нашей системе развертывать с привилегированными правами в системном namespace. Далее мы произведем запуск процесса в контейнер, да, провалимся в него, посмотрим, что у нас логируется, какой можно инцидент на этом настроить. Также, например, удаление network policy, да, то есть, как сказал Антон ранее, в принципе, создать network policy можно всегда, да, а удалять их нужно внимательно. То есть нам нужно понимание того, что, например, там наши коллеги удалили. Вот. Проследим мы это. Ну, и также создание удаления ролей. Так, далее я расширю экран. Могли бы вы, пожалуйста, поставить какую-нибудь реакцию, например, что все ок, слышно, видно. Так, отлично. Мы сейчас находимся на кластере Kubernetes, у нас vanilla cluster, да, то есть без установленных каких-то доп. модулей, версии 1.18. Вот. Первое, с чего мы должны начать, да, это настроить политику. У нас уже есть заготовленные политики, да, чтобы не писать это в прямом эфире, так сказать. Давайте ознакомимся. За политику у нас отвечает файл policy.yaml. Давайте я расскажу про то, что говорил Антон, да, то есть у нас вот эти сущности, они, ну, древовидная структура, значит, AmidStage у нас отвечает за, значит, за исключение тех самых request receive, да, то есть, опять же, я думаю, что Kubernetes вполне может генерировать большой поток EPS, да, и, соответственно, нам нужно больше места для хранения логов, да, и для этого мы исключаем те стейджи, которые на самом деле нам не нужны. Вот. Далее мы гранулярно задаем правила. Давайте я подробно расскажу, да, то есть тут у нас, вот даже блоком, наверное, выделять буду. Этот блок у нас отвечает, значит, за запуск процессов в коды. Будем смотреть уровень логирования request-response. Далее, в принципе, практически покажу все, что там это выводится. Вот. Следующий сценарий – это у нас, значит, создание пода в системном пространстве Club System. Как вы видите, тут гранулярно, да, скажем, точечно указан namespace. Мы хотим именно его смотреть, да, если у нас есть какие-то понимания. Если вы хотите, например, вот, Игорь, наверное, на ваш вопрос ли отвечать, если вы хотите мониторить конкретно какой-то, да, namespace, в котором, например, ваши разработчики работают, что в нем происходит, то сюда его необходимо дописать. Вот. То есть, ну, гранулярно имеется в виду, что надо указать конкретную цель, что мы хотим смотреть. Ну, либо смотреть, опять же, как-то верхнеуровнево, да, по всем namespace, что, наверное, не является без практиц, так как это генерация логов, большой объем работы для аналитика. Следующий, значит, у нас кейс – это… Так, секунду. Значит, следующий кейс – это у нас удаление политики, сетевой политики, да, как Антон сказал ранее. Создавать – создаем, удалять – давайте мониторить, что у нас удаляется. Вот. Следующий кейс – это у нас, значит, получение информации в группе R-Bank Authorization. Я сейчас поподробнее про это расскажу. С такими глаголами, как создание, удаление, удаление коллекций для таких сущностей, как кластероль биндинги, кластероли, роль биндинги, роли. На нашем примере я предлагаю просто создать роль, удалить ее, и посмотрим, как это отобразится на CEM, как вообще можно идентифицировать этот инцидент. Вот. Давайте я сейчас поподробнее расскажу про то, как можно определить, какие сущности к каким группам относятся. Так, для этого необходимо выполнить вот эту команду. Вот. Ну, соответственно, давайте вот на Network Policy, опять же, разберем пример. Да, это вывод у нас всех групп. Слева у нас идет название, значит, сущности. Третий столбец API группы – это та группа, к которой он относится. То есть Network Policy мы рассматриваем для группы Networking, Cates и О. Да, то есть еще раз вернемся сюда. Вот. Мы указываем точную группу, где располагается ресурс. Далее, для того, чтобы у нас Кубернетис генерировал логи, да, необходимо настроить кубапи-сервер. Давайте приступим к его настройке. Я расскажу, как его настраивать, какие сущности необходимы. Вот. У нас, соответственно, конфигурационный файл лежит в папке manifest. Вот, собственно, это вот такая команда, да, это дефолтный путь. Вот. Для того, чтобы у нас вообще Кубернетис применил аудит-политику, да, которую вот мы только что в шаге назад разобрали, придумали ее, скажем так, да, и что нужно сделать. У нас есть тут такие переменные, как обязательные – это аудит-полиси. Аудит-полиси. На самом деле это достаточно просто. Это ссылка на файл, да, в нашем случае. Это полиси-ямл, который лежит в директории хомаудит. Вот. В вашем случае, например, в вашем кластере это может быть любая другая директория, там, в которой ограничены, там, какие-то права и так далее. Ну, для более, там, скажем, организации безопасности, да, для примера достаточно хомаудит. Следующая обязательно переменная – это аудит-лог-пасс. Ну, это путь до того, до лога, который будет генерировать у нас наши логи, то есть в соответствии с политикой. То есть Кубернетис API-сервер генерит этот лог по пути хомаудит-купаудит-лог. Вот. Далее у нас есть опциональные переменные, такие как лог-макс-эйдж, макс-бэкап, макс-сайз – это переменные, которые помогут нам в ротации данного файла, да. То есть представим, если у нас большая политика настроена на кластере, да, и у нас постоянно пишется файлик, и не хотелось бы, да, столкнуться с тем, что у нас там переполнилось пространство дисковое, да, можно воспользоваться этими опциями. Также для работы пода с вот этими директориями, да, которые как раз-таки являются путями, там, к политике и к самому файлу, мы должны сделать, соответственно, произвести волюмам, да, настроить на нашу папку, это будет хомаудит. Так вот, давайте я вот так с хайлайт сделаю. Вот. Ну и, соответственно, прописать сам волюм, да, с хоспасом. Это также будет у нас являться хомаудитом. То есть, ну, в принципе, тут ничего такого гениального. Это путь до тех самых файлов, с которыми мы будем работать. Это политика и файл логирования. Так, далее. Вот мы настроили, да, кубапи-сервер Ямл, создали политику, прописали ее. Что нам нужно сделать? Нам нужно пересоздать под для ее создания. И тут я предлагаю воспользоваться такой нехитрой командой, да, просто перенести манифест из папки, где он лежал, и вернуть его обратно. Что при этом произойдет? При этом под нашего кубапи-сервера стартанет. У меня вот есть уже такая подготовленная команда. Можно в докере посмотреть. Здесь мы видим, да, что контейнер стартанул, кубапи-сервер. Вот. Ну и 7 секунд назад. В принципе, можем для проверки того, что кубернетис стартанул корректно, вывести команду, ну, например, вывести все поды во всех немспейсов. Видим, что все успешно завершилось. Тут я из своего личного опыта могу поделиться тем, что если вдруг вы неправильно сконфигурировали манифест API-сервера, да, он явно не стартанет. И, в принципе, в логах сервиса кубернетиса или контейнера можно увидеть, в чем проблема, да. То есть я лично сталкивался с тем, что где-то неправильно там опечатался, да, соответственно, это не может примениться, да, неправильный синтаксис. То есть это, в принципе, достаточно гибкая штука, и с ней удобно работать. То есть видно, что где-то накосячил, скажем так, и легко это все проверить. Вот, наш подрестартанул. Давайте я, наверное, предложу приступить к каким-то сценариям. Давайте первый сценарий у нас будет, значит, запуск пода в системном немспейсе. Выполним такую команду. Собственно, запускаем такой-то контейнер, да, с имиджем. Имидж — это у нас тестовый там Apache-сервер. В немспейсе kub-system. Давайте применим. Контейнер создан. Далее я предлагаю переходить к Сиему, да, вот мы сгенерили события. Вот еще, наверное, да, я вернусь к двум моментам. Первый момент — это давайте посмотрим, что у нас вообще лог, так скажем, пришел. Вот мы видим, что в 16.41, да, kub-audit-log у нас изменялся. Вот. Давайте сделаем кат, например. Так, ну, скажем так, визуально при таком выводе, да, это, ну, нам достаточно понять, что лог сгенерировался. Вот. Далее давайте я сейчас вам покажу, как эта сущность выглядит в Notepad++. Чтобы можно было как-то визуально вообще оценить, скажем так, структуру. Вот, собственно, что мы видим, да, у нас тут было обращение к ресурсу pods в системном namespace kub-system, да, как мы и запускали, то есть это наш сценарий. Соответственно, запускали мы контейнер, называется он Audit Apache, вот. Ну, и, собственно, в ней присутствует та же информация, да, которую мы, во-первых, создали в политике, да, это request у нас уровень, вот. Вот, и все это похоже на то, что рассказывал Антон, тревовидная структура, да, и вот глагол create у нас еще есть. Вот. Далее с этими логами, в принципе, можно работать в CME. Наверное, надо рассказать еще такой момент, он, наверное, не совсем относится к Kubernetes и к CME. Это настройка транспорта, так как у нас файл пишется в папку home audit, да, просто kub-audit log. Вот, нам необходимо перенастроить, перенаправить его на CME. Можно это сделать несколькими способами. Давайте я вам покажу, как это, например, сделать на CIS-логе. Тут, конечно, я его не совсем оптимизировал, да, нам самое главное вообще, в принципе, понять, как можно это сделать. Соответственно, что нам нужно сделать? Можем воспользоваться модулем import file, который входит в состав RCS-лога по дефолту. Вот. Что тут надо указать? Input file name, да, это наш файл, в котором содержится лог. Прикрепить ему тег. Вот. Можно там какие-то статы забить, severity, например, выставить какое-то, да, если у нас он там есть. И просто назначить ему facility. То есть у нас будет в канал local 0 слаться через UDP по 514 порту на наш CME. Вот. Почему выбор Qradar? Потому что это просто CME оказался под рукой. То есть эти операции, они аналогичны для любого CME. Можно выполнить их и как на ArcSite, так и на FortiCM, на Elastic. То есть, в общем, в принципе, логика, сами вы понимаете, одна и та же самая. Так, давайте посмотрим логи, которые нам упали. Нам должен, соответственно, упасть лог о запуске контейнера в системном пространстве. Так, у нас есть лог, который сразу является инцидентом для Qradar. Ну, давайте небольшую вводную по интерфейсу дам. Да, тут уже открыта вкладка с конкретного лог-сурса. Лог-сурсом у нас является, значит, наш кластер кубернетиса. Вот. Тут есть по нему там некая информация уже. Ну, и предлагаю сразу смотреть лог. Вот. Что нам здесь интересно, так как у нас этот CME используется там для отладки правил корреляции, да, тут есть всякие там агрегированные поля, которые не имеют отношения типа там вирусным и так далее. Вот. Я давайте выделю вам, что интересно посмотреть, да. Собственно, вот первое. Тут у нас есть тот payload, который мы открывали с вами в файле, который нечитаемый, да, скажем так, особо. Вот. Мы его дали силами CME, опять же, любого можем распарсить. И, например, определить такие поля. Вот какие поля для этого сценария нам интересны? Нам интересен поле namespace в первую очередь, да. То есть давайте вот так сделаем. Вот. У нас в событии есть namespaces, которые мы мониторим, точнее, где создался под. Вот. И далее мы пишем правила корреляции, да, что вот у нас есть такие-то системные namespaces, в которых мы хотим знать обо всем, что там происходит, да, например, о создании пода. Вот. То есть это на нашем контроле находится. Вот. Давайте я сейчас покажу, как в принципе реализована механика правила корреляции. Просто, чтобы вы понимали, как это работает, на самом деле, реализовать можно и сложные механизмы. Вот. Он называется у нас Kubernetes Event on System Namespace. Значит, что вообще у нас делает правила корреляции? Ну, курадар немного специфичный в плане написания, да. Тут есть некие шаблоны, которые можно использовать. Вот. Нас, в первую очередь, интересуют события, поступающие из нашего кластера кубернетиса. И когда поле namespace, да, вот давайте прям предметы смотреть, вот это поле, равняется одному из полей, которые существуют в табличном списке на курадаре. То есть предварительно, когда создается правило корреляции, администратор курадара задает табличный список, вносит в него там согласованные сущности с коллегами. Например, это там куб-систем или какой-то там тестовый namespace, да, в котором мы хотим мониторить, чтобы возникал инцидент, точнее, да, вот корректнее сказать. Вот. Ну, в целом, логика такая. Так, давайте, наверное, вернусь, значит, в инциденты, посмотрим, что появилось у нас что-то. Вот. Вот. У нас появился инцидент кубернетис-эвенту on system namespace, да, пять минут назад я сгенерировал лог. Вот. Соответственно, сюда-всюда все ивенты попадут, которые сейчас там будут генериться, ну, по свойствам курадара. Ну, магнитуда, это уровень критичности, выставлен как средний, потому что все-таки это не самый критичный ивент. И далее мы рассмотрим более интересный сценарий. Вот. Далее предлагаю тогда сгенерировать еще несколько сценариев, посмотреть, как это будет выглядеть. Так, следующий сценарий. Давайте тогда мы сразу запустим запуск пода в системном namespace, да, с правами privileged. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно применить, значит, следующий манифест. Давайте посмотрим, что у нас в этом манифесте. В этом манифесте у нас обусловлена небольшая, так скажем, приложуха, да. У нее имя app. Она будет создаваться в namespace кубсистем и иметь security context privilege true, что является нашей целью для мониторинга. Вот. Мы, в принципе, создали... Уже под создался. Вот. Так. Предлагаю тогда смотреть... Ну, можно загенерить сразу следующий сценарий на самом деле. Следующий сценарий – это у нас будет запуск процесса в под. Тут я предлагаю просто сделать exec-it, да, в наш под, который мы первый запускали в системном namespace, запустить binbash. Вот. Параллельно я вот то, что не сделал, сейчас расскажу. Давайте сделаем tail-f, да, то есть посмотрим, как у нас обновляется файл куб.audit, да, вот в момент генерации. Что в него генерируется вообще? Соответственно, здесь сейчас то, что мы сгенерили на предыдущих шагах, да, там сценарий. Давайте я сделаю, вот, выполню команду. Видим, что мы сейчас находимся в контейнере. Можем посмотреть его hostname, да, это audit Apache. То есть наша цель выполнена, мы провалились в контейнер. Здесь мы что видим? У нас пришло оповещение, и создался новый ивент о том, что у нас выполнен был экзек. Это вот саб-ресурс экзек. Вот. Это, конечно, не совсем наглядно, но нам уже проще работать на CME, да, корректно парсить логи, смотреть, что происходит именно там. Так, давайте мы вернемся к ивентам. Соответственно, у нас сейчас должно несколько ивентов загенериться новых. Так, давайте посмотрим, это у нас create-под, если не ошибаюсь, это наш под, который создался с security-котекстом privilege-true. Опять же, силами любого CME, что мы хотим смотреть, да, для того, чтобы выполнить какое-то сравнение, да, то есть нам недостаточно просто получить, что это поле true, да, то есть нам его с чем-то нужно сравнить. Вот. И тут уже идет логика правила корреляции, так сказать, и в правиле корреляции мы уже будем смотреть, если это поле true, то это уже инцидент. Вот. В принципе, да, то есть тут также содержится информация с системным спейсом. Продолжение следует... Продолжение следует... Простей превью. Можешь, пожалуйста, камеру поднять? А, извините. Немножко она упала. Извините, да, ноутбук расслабился. Спасибо. Так. Да, то есть, в принципе, есть некое понимание полей, да, но мы смотрим на поле true, опять же. Давайте перейдем сразу к инцидентам, посмотрим, что у нас загенерировалось. Так, вот у нас загенерировался инцидент более к критичности, да, как раз-таки он называется Kubernetes Event Privileged System Namespace. Заключается он в том, как раз-таки, что у нас запустился какое-то там, какое-то приложение, да, с привилегированными правами. Вот. Я тут, наверное, немножко подробнее расскажу, как настроена логика, но не прошу ее считать как бы за какую-то, скажем, идеальную, да, то есть это простая логика, чтобы сгенерировать инцидент именно нашей критичности с нашим полем. Так, это вот наш самый ивент привлеченном системе Namespace. Значит, тут, в принципе, все то же самое, что и в событии раньше, в правиле корреляции в инциденте, да, то есть мы также мониторим Namespace поле, да, что это куб-систем, что он также в табличном списке, это вот за это отвечает вот эта строчка. Вот. А также мы еще проверяем security context privilege, да. В данный момент это проверяется регулярным выражением, да, если это true, то, соответственно, у нас появляется инцидент, да, о чем свидетельствует вот инцидент, который я вам показал ранее. Так, давайте тогда сразу рассмотрим следующее событие. Событие следующее – это execute a command in a pod started. Здесь мы обращаем внимание уже на поле, значит, execute command, да, команда, которая была запущена, это команда exec, да, то есть у нас, опять же, есть payload, который мы получили от кубернетиса, и в данном сценарии с данной политикой, которую мы настраивали, нас интересует именно вот это. Также по этому событию у нас будет генериться инцидент. Если, то есть exec присутствует, да, в команде вообще, которую мы получили на CM, то у нас появляется инцидент. Вот. Собственно, инцидент кубернетис event command executed. Вот. У него тоже высокая критичность, да, так как это все-таки... Ну, тут, наверное, надо сказать то, что, как сказал Антон, политика генерится и какие-то best practices, да, ну, уже в соответствии с вашей инфраструктурой. То есть это может быть все-таки, наверное, можно посчитать это событие не суперкритичным, да, вот, и там снизить ему критичность, например. Ну, всем нам позволяет это делать. Так, давайте я тогда перейду к следующим сценариям. Следующий сценарий, значит, у нас будет создание роли. Давайте ознакомимся, что это за роль. Эта роль у нас называется audit pod reader. Находится она в namespace audit test и имеет такие возможности, как get watching list, то есть те же самые глаголы, да, к ресурсам, к подам. Вот, давайте тогда применим этот манифест. Опять же, сценарий у нас заключается в том, что мы смотрим на создание удаления ролей, да, то есть мы сейчас сразу сгенерим два события, то есть это первое создание, да, у нас создано. И далее сразу же выполним удаление, да, то есть это никак не отразится, да, там на скорости, там, пересылки логов, вот. И давайте тогда сразу мы сгенерируем еще один сценарий. Сценарий будет создание network policy. Мы также подготовили network policy. Это простецкий пример, да, политика называется deny traffic с ингресса, вот. Она будет располагаться в audit test, то есть, в принципе, это может быть любая сущность вашего кластера, но в плане сетевой политики, вот. Нам достаточно просто знать группу, в которой она работает, да, чтобы корректно в политике это сформировать и получить уже какой-то ответ. Давайте применим теперь политику. Вот. В рамках этого сценария нам конкретно интересует ее удаление. Вот. Получается, что мы сейчас загенерировали, значит, два сценария. Первый – это создание роли и сразу же удаление, да, и второй сценарий – это создание сетевой политики и конкретно то, что нас интересует, инцидент по удалению сетевой политики. Вот. Ну, также видим, да, что у нас тут в tail минус f в последнем выводе файлика генерятся новые события, да, то есть это просто нам говорит о том, что это все прекрасно работает, и дальше мы смотрим уже события на стороне СИЭМа. Так. Мы видим, да, у нас сгенерировались, значит, три события новых. Первый – это создание роли, удаление роли и удаление network policy. Почему только удаление, да, почему нет создания? Потому что в связи с тем, что мы сформировали именно политику на удаление, давайте я, наверное, наглядно это покажу. То есть у нас в данном правиле, в политике настроено, что у нас идет только удаление, поэтому события создания не генерится, то есть, так скажем, трафик мы не гоняем лишний раз и смотрим, что там произошло. Все, в принципе, то же самое, да, то есть силами парсинга СИЭМа можем... События, в принципе, то же самое, да, как и ничем особо не отличается, но в данном случае правило корреляции будет у нас смотреть на ID, то есть это вообще глобально, да, то есть мы можем создать правило корреляции, которое будет триггериться, то есть срабатывать на вообще создание роли какой-либо, вот. Ну, просто можно отдельно распарсить поле role name. Для чего это может быть удобно, да, то есть мы видим, инцидент у нас возник в системе, да, что создался некая роль под ридер, да, мы не понимаем, что это такое, но мы уже можем чем-то оперировать, то есть мы можем пойти к коллегам из подразделения operations, да, кто это деплоил, например, и вообще для оперативности узнать вообще, да, есть ли у них такая роль, там, назвав под ридер, скажем так, это, я думаю, нам может помочь. Так, ну и, соответственно, давайте посмотрим события удаления network policy. Абсолютно все идентично, да, то есть тут мы не усложняем, смотрим события, и тут уже мы просто парсим кастомное поле network policy, да, которая тут присутствует, это у нас, как я и говорил ранее, там, в манифесте default denying grass называется, да, то есть это, опять же, та сущность, с которой мы можем там оперировать, она, по сути, в правиле корреляции никакой роли не играет, да, так как ее могут назвать вообще любую, вот, и какую-то корреляцию на основе этого строить, это бессмысленно. Вот, теперь я предлагаю, наверное, ознакомиться вообще со списком инцидентов, да, у нас должно сгенерироваться еще два инцидента, значит, у нас сгенерировался инцидент Kubernetes Event Network Policy Delete, да, который нам говорит о инциденте средней критичности с названием политики, да, самой network policy, которая является default denying grass, которую мы как раз-таки тестировали. Вот, и теперь у нас сгенерировался инцидент Kubernetes Event Create Role, containing Create Role. Собственно, это у нас инцидент с созданием роли с именем podreader, то есть, опять же, тот же самый инцидент, который мы генерировали. Вот, ну, наверное, тут стоит подытожить, то есть, что мы вообще сделали, то есть, мы настроили, значит, политику аудита для кластера Kubernetes, настраивается она, как и все в Kubernetes в виде манифеста, ямл файла, вот, мы создали там какие-то сущности, которые мы хотим мониторить, значит, настроили kubepi-сервер, чтобы он этот лог генерировал на локальную систему, и, соответственно, настроили отправку в CM. Ну, и силами CM мы уже все распарсили, получили инциденты, вот. Ну, на этом, наверное, я со своей частью все. Антон? Да, спасибо большое, и сейчас я думаю, что можно ответить на вопрос, как обещал. Начну с середины, с конца. Говорил я, да, про фалку Sidekick Project. Секундочку, скину ссылку. Вот здесь ссылка на UI, но из нее можно достать ссылки на все остальное. И есть классная такая инструкция, как с этим можно поиграться. Ну, это не совсем CM, точнее, даже вообще не CM, но интересно. Интересно. Так, теперь, 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 теперь вопросы, которые в графе «Вопросы». Станислав Мерзляков. Если произнесу фамилию неправильно, то тоже, пожалуйста, ребят, не сердитесь. Первый раз не всегда понятно или не всегда корректно можно на дарение поставить. Поэтому поправляйтесь, не стесняйтесь. В политике мы не можем блокировать некоторые действия, например, экзек в контейнер, или штатными средствами нельзя. Хотя, если говорить про штатные средства вообще можно, например, рыбакам, если говорить про политику мониторинга, про audit policy, то нет, это просто мониторинг. То есть он говорит о том, что событие произошло. И все поток, вот эта штука, она достает только то, на что надо обратить внимание. В соответствии с тем, что мы попросили ее обрабатывать. То есть это чистый мониторинг-мониторинг. Так, не какие-то активные действия по защитям. Так, а теперь тогда чат полистаю. Так, проблемы со звуком периодически возникали. Так, 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 так. Так, наименование прекрасной опенсорсной штуки скинул в чат Falco Sidekick Project. Да, Falco Project, Андрей, спасибо большое. Так, Splunk. Размышления про то является, если Splunk 7 или нет. О, это дискуссионный вопрос. Вот я лично считаю, что да, если это Splunk с модулем корреляции. А так, да, Виктор подсказывает, что с продажей Splunk в RF проблемы. Эдуард, презентация будет направлена, как говорил в начале вебинара, не сразу, не сегодня, потребуется некоторое время, но да, она будет направлена. Игорь, аналогично. Так, пробовать действия блокирования политики ответителям. Так, почему не Zoom, Игорь спрашивает. Игорь, хороший вопрос. Потому что как-то привыкли к вебинар.ру. Может быть, как-нибудь переходим на Zoom. Почему нет, сейчас это говорят модно. Да, кстати, ну в хроме правда лучше всего работает. Так, что значит гранулярно? Ну, давайте так, отвечу за себя, когда я это слово употребляю. Для меня гранулярно – это как степень детализации. То есть, либо она прям такая общая, детализация никакой. Ну, типа, логируй все на свете. Ну, прикольно. Либо гранулярность большая, то есть детализация. И вот можно прям какую-то, как сказать, какую-то сущность выцепить прям непосредственно в большом потоке данных. Прямо вот ровно то, что мне нужно. То есть, такая тонкая настройка, наверное. Вот я имею в виду, под гранулярностью я там. Куда кидать донаты? Олег спрашивает. Олег, нам запретили ссылки с донатами. Не то, что раньше можно было. Но если серьезно, то никуда. Это все абсолютно бесплатно. Так, CM Open Source или коммерческий? Игорь спрашивает, смотрят ли чего. Нужно больше вопросов. Да, больше точняющих, больше информации. Так, сейчас один вопрос. Почему не Zoom? Оксана, я думаю, может, нам стоит задуматься, правда, почему не Zoom? Такс. Да, дальше. А можно попросить залить тестовую аудит политику, чтобы поиграться? Станислав спрашивает. Да, почему бы нет? Я думаю, что в эту рассылку можно ее включить. Там нет ничего такого, как это, rocket science-ного. Еще маленький нюанс. Вот в презентации, я не знаю, там видно, не видно было. Там зачастую указаны, вот, например, здесь. Указаны ссылки на официальную документацию Кубера, например. То есть тоже, когда получите, можете брать там достаточно... Ну, местами хорошо написано, местами не очень, то есть, как и вся документация Кубера. Где-то прям разжёбывают что-то очень банально и тривиальное, а где-то напишут две строчки про что-то сложное. То есть по-разному бывает. Олег, спасибо большое. Так, Сергей Иванов спрашивает, а еще будут ли вебинары по Куберу, когда темы? Да, они будут. На следующей неделе, по-моему... Так, сейчас давайте сделаем так. Оксана, можешь помочь, пожалуйста, и пульнуть название тем вебинаров? А я по памяти попробую рассказать. На следующей неделе будет GitOps, это управление кластером при помощи ГИТа и при помощи Арго, насколько я помню. Через неделю будут секреты, базовая, от окружения, там, идентификация, управление секретами. Там чуть-чуть Кубера, скорее всего, тоже будет. И последнее – это резервирование, по-моему, тоже контейнеризация. То есть они не все по безопасности, они в перемешку, но вот ровно в этом была идея, потому что брали какие-то темы, которые относятся и к development, и к security operations. А, да, ребят, пока не забыл. У нас же еще есть вот такой слайд. Очень большое спасибо DevOps, это сообщество в Телеграме. Это зелененький QR-код. Проверяли. Не всегда почему-то они срабатывают, может, потому что решили, как это, знаете, как решили выпендриться, сделать красиво, и в итоге получилось, что они всегда считываются. Ссылки написаны чуть выше на эти каналечки, то есть вот зеленый. Это большое спасибо ребятам, которые нам помогают. Это DevOps, сообщество в Телеграме. И второй чатик, синенький, Deloft Stalks, это непосредственно канал Jetta, где мы пишем какие-то интересные штуки, на наш взгляд, по DC-клопсу, они тоже не перемешаны. То есть там нету какой-то направленности, что это только безопасность, там бывает иногда за разработку, за operations. Ну, то есть то, что найдем, то, что напишем, оно и формируется. То есть нет какой-то единой линии, единое только есть объединение, что это все относится к DC-клопсу. Вот. Так, дальше. Что лучше получить? А, получить для перехода из банковской БС сферы DC-клопс. Ой, это хороший вопрос, я честно, мне кажется, Linux точно прям... точно прям вот Linux поможет в этой истории. Вот, а дальше уже смотря, кем захотите. Так, господа, как дела обстоят с аудитом в АВС, а именно с ЕКС? Дмитрий, боюсь, что с АВС не работали, ровно потому, что в России не самая такая популярная штука, и его практически нет. Антон, разреши... А, у меня уже? Нет, поделюсь опытом во время подготовки к вебинару. Я натыкался, на самом деле, на статью, да, как настроить тот же самый аудит именно в АВС, по-моему, с ЕКС, если не ошибаюсь. То есть это надо погуглить, но, к сожалению, опыта практического нету, да, с нашей стороны. Так, сейчас я чатик сбился. Так, а есть аудит-полисы из реальной жизни? Посмотреть Сергей, как ответы, да и нет. То есть они есть, но мы не показываем такие штуки, к сожалению, или к радости. Так, выкладываем ли мы в своей политике открытый доступ? Но, опять-таки, так как мы интеграторы, и в нашей степени наши политики клиентов, то, к сожалению, нет. Ну, опять-таки, вряд ли, к сожалению. Кто бы захотел, чтобы его политики выкладывали. Так, Дмитрий Шерман, да, GitOps. Это будет следующий как раз, Arga. Андрей Пагудин. Можно ли как-то вязать аудит-полисы и ребак для блокировки активных действий? Для блокировки активных можете ребак настроить, но опять смотря, что за активные действия. То есть вы можете также использовать что-то наподобие open-policy-agent, либо киверна, для того, чтобы блокировать нежелательные, создание нежелательных сущностей на кластере. Вы можете использовать network policy для контроля и блокирования нежелательных сетевых взаимодействий. Вы можете использовать R-багу для блокирования тех же самых там экзеков. То есть, смотря что, аудит-полисы вы можете использовать как средство проверки. То есть мы что-то настроили, сделали аудит-полисы, которые должны события, допустим, аналогичные, похожие, идентифицировать. И живем. Если у нас вот эти события не происходят, значит, ну, считаем, что либо они правда не происходят, либо блокируются при помощи тех механизмов, которые мы реализовали. Либо если при реализованных механизмах происходит что-то, что произойти не должно, это показывает о том, что какой-то из этих механизмов не дорабатывает где-то. И дальше уже разбираемся. То есть связка может быть вот такой, например. Так, зачем GitOps Enterprise, спрашивает Оксана. Да я шучу это. Тема вебинаров следующих. Ильдар, спасибо большое. Да, презентация будет направлена. Опять, еще раз, на всякий, не сегодня. Может быть, там даже неделя потребуется. Есть определенный такой пост-продакшн процесс, который нужно пройти, но мы ее направим. Так, да, Оксана продолжает про темы. Так, а вот Никита. Так, какие системы анализа контейнеров в рантайме? Вам известно, что можно было получить понимание выполняемых команд внутри контейнеров. Трейси, например. Есть такая штука, атака секьюрити. Есть Enterprise решение наподобие тоже самое, как наподобие SSD, наподобие русского решения Lantry, который прям показывает, что происходит внутри контейнера в моменте, когда он запущен и выполняется. Так, Сандрей про R-бак и блокировку активных ответил. Да, Lantry, только она не .ru, она по-другому, у нее домен. По-моему, она не .ru, по-моему, по-моему, по-моему. А, нет, вы правы, я ошибся. Да, Lantry.ru, все правильно. Так, по поводу приглашения на вебинар. Оксана, нужна твоя помощь. Сергей спрашивает, а вы пришлете приглашение на вебинар для тех, кто сегодня был у нас? Ну, то есть, я так понимаю, тут рассылка, да, что подъедет и материал, и приглашение на следующее. Скажи, пожалуйста. Линукс есть, пошли, если найдешь. Там-там-там-там-там-там-там. Гид тоже лишним не будет, кстати. Тот же Кубер. Ну, опять, смотря где вы хотите реализовать себя, Игорь. Так, Соксана, спасибо, ссылки есть. Игорь, спасибо, про софт подумаем. Так, Виктор подсказывает, что в AWS есть встроенный модуль аудита CloudWatch. Там вроде все, что угодно, а, там вроде все, что угодно затолкать можно, что развернуто в VPC-шке. Антон, есть еще один вопрос в вопросах. Никита спрашивает, есть ли ссылка на скрипты, про которые ты говорил, чтобы саб-ресурсы получить? Или, может быть, статейка какая-то? Сейчас попробуем восстановить самку. Так, стакс, стакс, стакс. Ну, опять-таки, честно, вот это я не проверял, но как это? Stack Overflow Development называется. Там, в ответах, как обычно, есть скрипт, для которого нужна джекьюха, и если у вас еще нет джекьюхи, то очень рекомендую скачать. Так, рассуждение на тему на мазоновских клауд, как они там, в принципе, клаудвачей. Спасибо, ребят. Так, на все вопросы вроде ответили. Так, ну, анализы рентайм говорили, рыбак говорили. Про скрипты на Stack Overflow там есть. Такс. Что еще? Да, вроде все. Да, отлично. Большое вам спасибо. Спасибо за ваши вопросы, за ваше активное участие. И приходите на следующий вебинар. Будем ждать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Колокольчик, друзья. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое и всем пока. Увидимся. Спасибо.